В Мособолдуме состоялась открытая трибуна, в рамках которой обсуждались вопросы запрета паркурения на территории образовательных и спортивных учреждений. Сегодня ограничений на вейпинг в общественных местах нет, но необходимость назрела, уверены участники дискуссии. Особенно вызывает опасения широкое распространение этой относительно новой привычки среди молодежи. То, что эта проблема уже существует, мы в этом уверены. И мы считаем, что трансконтинентальные табачные корпорации, которые, конечно, потеряли после всех наших законодательных инициатив и актов, которые были приведены против табака и курения в нашей стране, и ограничения, собственно говоря, доступа несовершеннолетних к сигаретам, они вот тем самым с помощью этих курительных смесей пытаются восстановить свою выручку за счет жизни наших детей. В настоящее время нет возрастных ограничений при продаже пары испарителей. А последствия их употребления – это не только раздражение глаз и дыхательных путей из-за пропиленгликоля в составе. Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья выступил на федеральном уровне одним из инициаторов законодательного ограничения распространения вейпинга. «Были подготовлены с нашим участием ряд законопроектов, которые сегодня находятся на рассмотрении Нижней Палаты Федерального Собрания, по ограничению, который, в общем-то, будет таким же, как и табачным изделиям. Мы предлагаем по средствам электронной доставки негативно, системы пары курения, на них распространить те ограничения, которые действуют сегодня и на табачные изделия. Сегодня ряд этих законопроектов уже прошел первое чтение, но мы видим цель сегодняшней открытой трибуны – еще раз акцентировать внимание наших федеральных коллег, что эту проблему надо решать».